Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 8 июля, Православная Церковь совершает память благоверного князя Петра в иночестве Давида и княгине Февронии в иночестве Ефросинии Муромских чудотворцев. История жизни святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Петра и Февронии много веков существовала в преданиях Муромской земли, где они жили и где сохранялись их честные мощи. Преподобный Петр был младшим братом княжевшего в городе Муроме благоверного Павла. Однажды в семье Павла случилась беда. По навождению дьявола к его жене стал летать змей. Горестная женщина, уступившая демонской силе, обо всем поведала мужу. Князь наказал супруге выведать у злодея тайну его смерти. Выяснилось, что погибель супостату суждена от Петрова плеча и Агрикова меча. Прознав об этом, князь Петр в тот час решился убить насильника, положившись на помощь Божию. Вскоре на молитве в храме открылось, где хранится Агриков меч, и, выследив змея, Петр поразил его. Но перед смертью змей обрызгал победителя ядовитой кровью, и тело князя покрылось струпьями и язвами. Никто не мог исцелить Петра от тяжелой болезни. Со смирением, перенося мучения, князь во всем преддался Богу, и Господь, промышляя о своем рабе, направил его в Рязанскую землю. Один из юношей, посланных на поиски лекаря, случайно зашел в дом, где застал за работой одинокую девушку по имени Феврония, дочь Древолаза, имевшую дар прозорливости и исцеления. После всех расспросов Феврония наказала слуге. «Приведи князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров». Князя, который сам ходить уже не мог, привезли к дому, и он послал спросить, кто хочет его вылечить. И обещал тому, если вылечит, большую награду. «Я хочу его вылечить», – без обедников ответила Феврония, «но награды никакой от него не требую». «Вот к нему слово мое. Если я не стану супруга ему, то не подобает мне лечить его». Петр пообещал жениться, но в душе слукавил, гордость княжеского рода мешала ему согласиться на подобный брак. Феврония зачерпнула хлебные закваски, дунула на нее и велела князю вымыться в бане и смазать все струпы, кроме одного. Благодатная девица имела премудрость святых отцов и назначила такое лечение не случайно. Как Господь и Спаситель, исцеляя прокаженных, слепых и расслабленных, через телесные недуги врачевал душу, так и Феврония, зная, что болезни попускаются Богом, во испытании из-за грехи назначила лечение для плоти, подразумевая духовный смысл. Баня по священному писанию – образ крещения и очищения грехов. Закваски же сам Господь уподобил Царствие Небесное, которое наследует души, убеленной баней крещения. Поскольку Феврония прозрела лукавство и гордость Петра, она велела ему оставить несмазанным один струп, как свидетельство греха. Вскоре от этого струпа вся болезнь возобновилась, и князь вернулся к Февронии. Во второй раз он сдержал свое слово, и прибыли они в отчину свою, в город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем не приступая Божьей заповеди. После смерти брата Петр стал самодержцем в городе. Бояре уважали своего князя, но надменные боярские жены не взлюбили Февронию, не желая иметь правительницей над собой крестьянку, подучивали своих мужей недоброму. Всякие наветы пытались возводить на княгиню-бояре, а однажды взбунтовались и, потеряв стыд, предложили Февронии, взяв что ей угодно уйти из города. Княгиня ничего, кроме своего супруга, не желала. Обрадовались бояре, потому что каждый втайне метил на княже место и сказали обо всем своему князю. Блаженный Петр, узнав, что его хотят разлучить с любимой женой, предпочел добровольно отказаться от власти и богатства и удалиться вместе с ней в изгнание. Супруги поплыли по реке на двух судах. Некий мужчина, плывший со своей семьей вместе с Февронией, засмотрелся на княгиню. Святая жена сразу разгадала его помысел и мягко укорила. «Почерпни воду с одной и другой стороны лодки», – попросила княгиня. «Одинаковая вода или одна слаще другой?» «Одинаково», – отвечал тот. «Так и естество женское одинаково», – молвила Феврония. «Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой помышляешь?» Обличенный смутился и покаялся в душе. «Вечером они причалили к берегу и стали устраиваться на ночлег. Что теперь с нами будет?» – с грустью размышлял Петр. А Феврония, мудрая и добрая жена, ласково утешала его. «Не скорби, княже, милостивый бог, творец и заступник всех, не оставит нас в беде». В это время повар принялся готовить ужин и, чтобы повесить котлы, срубил два маленьких деревца. Когда окончилась трапеза, княгиня благословила эти обрубочки словами. «Да будут они утром большими деревьями». Так и случилось. Этим чудом она хотела укрепить супруга, провидя их судьбу. Ведь коли для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, то человек, надеющийся и уповающий на Господа, будет иметь благословение и в этой жизни, и в будущей. Не успели они проснуться, приехали послы из Мурома, умоляя Петра вернуться на княжение. Бояре поссорились из-за власти, пролили кровь и теперь снова искали мира и спокойствия. Блаженные Петр и Феврония со смирением возвратились в свой город и правили долго и счастливо, творя милостыню с молитвой в сердце. Когда пришла старость, они приняли монашество с именами Давид и Ефросиния и умолили Бога, чтобы умереть им в одно время. Похоронить себя завещали вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине. Они скончались в один день и час, каждый в своей келье. Люди сочли нечестивым хоронить в одном гробу монахов и посмели нарушить волю усопших. Дважды их тела разносили по разным храмам, но дважды они чудесным образом оказывались рядом. Так и похоронили святых супругов вместе около соборной церкви, Рождества Пресвятой Богородицы, и всякий верующий обретал здесь щедрое исцеление. Петр и Феврония муромские супруги – святые, ярчайшие личности Святой Руси, своей жизнью, отразившие ее духовные ценности и нравственные идеалы. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Преподобного мученица Феврония Девы, преподобного Далмата Исецкого, священомученика Василия Милицина Пресвитера, преподобного Никона Беляева Исповедника, священомученика Василия Протопопова Пресвитера. Все, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезимеництва, а также всех православных с Днем Семьи, Любви и Верности. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok